И вот жизнь российского драматурга, она интересна очень, потому что как драматург ездит, как он ездит в Индию, как он отдыхает в Коктебеле, отдыхает на нудистском пляже, как он ездит по Европе, отдыхал, как он ездит по Европе, как ездит. А теперь я хочу, мне очень запомнилось, я думаю, показать мне эту историю. Мы с тобой очень много, ты меня водил правильно, ты говоришь, Евгений Советов, мы сидели с режиссерами, твой друг, я забыл, как его фамилия. Олег Леваков. Олег Леваков, совершенно верно, Леваков, а мы там сидели, да, у нас на первый ряд посадят, мы с ним очень много ездили тогда. И вот меня Олег пригласил, поехали, он сейчас просто, может быть, более точно это расскажет. У нас фестиваль организуется раньше, я, наверное, сейчас так же, потому что я так к театру имею мало отношений, Олег это драматург. Нас пригласили, Олег меня пригласил на фестиваль русских театров. Вы, наверное, знаете о том, что во всех бывших союзных республиках, тогда это СНГ называлось в то время, остались русские театры, естественно, да. И вот как раз в Санкт-Петербурге, в Балтийском доме был организован, я правильно все говорю, рассказываю, да, фестиваль русских театров. Как это было организовано? Там постоянно шли спектакли, и каждый день, вот мы там ходили, и каждый день практически был фуршет организовали, то есть большой стол такой накрывали. И каждый театр, значит, проводил фуршет, им предоставлялось вот это помещение там ресторана, как я понимаю, в Балтийском доме, и был фуршет. И вот когда уже дело к вечерам, Олег-то там недалеко живет, вот, а мне-то далеко ехать, а мне-то далеко ехать, да. И мы с ним говорим, Олег говорит, ну, пойдем туда вот на фуршет, Настя туда не пускает на фуршет, короче говоря, ну, не пускает и все. Там одна журналистка была, о которой Олега знала, потому что, ну, журналисты, которые специализируются в этой области театральной, они, как правило, знают драматургов, знают, с кем они имели дело. И получилось так, что нас не пускали, я говорю, ну, Олег, ну, я поеду домой, потому что мне надо до дому доехать. Я тоже доцент, который тоже живет на такие же деньги, как мы все одинаково, на самом деле, живем, на маленькую пенсию, живем, еще что-то снимаем, что-то делаем. И я, честно говоря, своей жизнью доволен, вообще-то, по большому счету. Вот. И вот я уехал, ну, на следующий день я говорю, Олег, ну, как там прошло? И он мне рассказывает вот эту историю, которую ты мне, ты нам, наверное, сейчас ее расскажи. Я считаю, что она очень поучительная история, очень поучительная. Да, 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 это очень, да, маленькая, маленькая. Дело в том, что был какой-то спектакль, честно говоря, Саша, даже я сейчас не помню, какой это был спектакль. Что это был за театр? Я вот сейчас не могу просто вспомнить. Я тоже не помню. Ну, мы с тобой такие ошеломленные сказали, а это был мой спектакль, они привезли мой спектакль. Тебя они пускали, я вот так же, я помню, там была девушка на длинных каблуках, такая какая-то журналистка, красивая девушка была, я помню это, помню. Она все время Олег Аскерович, Олег Аскерович, она вот, но другие-то не все знают. Я к чему это говорю, что вот человек пишет, драматург пишет, его играет, многие театры играют, денег он никаких не получает. И как я понял, что произошло, значит, она все-таки тебя туда провела, на этот фуршет, она провела тебя, как я понял. Ну, по-моему, да. И на этом, к сожалению, запись прервалась, так как закончился аккумулятор, а самое главное не было сказано в конце, и я поэтому вот хочу закончить это. Как мне рассказал Олег, на следующий день они все-таки прошли на этот фуршет, и когда они сидели во время этого фуршета, вдруг совершенно неожиданно выяснилось, что этот театр, который постановку сделал Олега Ернева, моего друга, оказывается, играет его спектакль, его не пускают на фуршет. Когда они узнали, конечно, там изменилась сразу эта обстановка, его посадили на место, ему было приятно очень, я помню. Но сейчас он даже этого не помнит момента, потому что такие люди, как Олег, они никогда не задумываются, они очень бескорыстны, они бессеребрянники, они живут. Несмотря на то, что ему приходится очень тяжело жить, он до сих пор живет в центре Питера, на Петроградской стороне, в бараке, в настоящем бараке, в одноэтажном доме. Он всю жизнь там прожил, когда как приехал в Санкт-Петербург, он прожил в этом бараке. У него не хватает средств на существование, ему не на что жить. Тем не менее, этот человек находит в себе силы и путешествует, по миру ездит, потому что у него очень большое количество друзей. И у нас, и за рубежом. Он много побывал, и вот поэтому мне захотелось с ним сделать вот такой небольшой цикл. На самом деле, он мог бы рассказать еще намного больше, чем рассказано и показано здесь. Я думаю, что мы свою задачу выполнили. И на этом, думаю, вот этот цикл небольшой можно закончить. Спасибо. 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 Спасибо.